Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история. Древний мир. Пятый класс. За авторством Уколовой. Серия сферы». Параграф сороковой. Диктатура Цезаря. Гай Юлий Цезарь. Родился в сотом году до н.э., умер в сорок четвертом году до н.э. Был выдающимся политиком, продолжившим борьбу популяров. Он провел в Сенате законы в пользу неимущих граждан и военных ветеранов. Цезарь прославился как полководец, он завоевал Галлию, два раза высаживался в Британии, управлял провинцией Испания. Гай Юлий Цезарь. Цезарь происходил из знатного, но обедневшего рода. Он считал себя потомком Юла, сына Энея, а следовательно и богини Венеры. Цезарь был очень образованным человеком. До нашего времени дошли написанные им книги о войнах, которые он вел. Их автора отличает блестящее владение латинским языком. Цезарь славился своей приветливостью, учтивым обхождением, щедростью. Но была известна его всепоглощающая любовь к власти. Испугавшись усиления власти Цезаря, римские аристократы, оптиматы, обратились к Помпею с просьбой о защите. Узнав об этом, Цезарь двинулся из Галлии на Рим, перейдя реку Рубикон со словами «Жребий брошен». По Рубикону в то время проходила северная граница римского государства. С тех пор выражение «перейти Рубикон» стало символом самых решительных действий. Из записок о Гальской войне. Мы знаем, что Цезарь переправился через реку Темзу в Британии. На месте переправы был сооружен римский военный лагерь, предшественник города Лондона. Цезарь первым организовал выход римских кораблей в Атлантический океан, где они потопили корабли Галлов. Возвращение и диктатура Цезаря Рим встретил возвращение Цезаря ликованием. Ему была предложена пожизненная диктатура. Он также стал верховным понтификом. Цезарь заботился не только о благе государства, но и об укреплении своей власти. Ему воздавали божественные почести. Цезарь носил роскошные пурпурные одеяния и вел себя как царь. Он заявлял «Республика – ничто, пустое имя без тела и облика». Это вызывало недовольство у сторонников республики. Был организован заговор, который возглавил Марк Юний Брут, считавший себя потомком того самого Брута, что положил конец правлению царей в Риме. Цезарь был убит в мартовские Иды 44 года до н.э. Иды по римскому календарю – середина месяца. Незадолго до гибели Цезарь усыновил своего внучатого племянника Актавиана, который унаследовал имя Гай Юлий Цезарь. Именно ему удастся завершить путь Рима к установлению единоличной власти. Брут и его сторонники надеялись, что римляне поддержат их, но народ был возмущен убийством Цезаря. Убийцам пришлось бежать из Рима. Цезаря же похоронили с божественными почестями. Имя Цезарь позже превратилось в Риме в императорский титул. Римских императоров называли Цезарями. От имени Цезарь и этого титула произошло русское слово «царь», немецкое слово «кайзер» – император Германии. Собственно говоря, заговорщики недооценили то, сколько всего Цезарь сделал для людей, для бедных людей, а он сделал для них очень много. Он раздал им землю, позволил переселяться на новые территории, восстановил многие прежде уничтоженные Римом города, тот же самый Карфаген и тот же самый Каринф. Все это принесло Цезарю славу и очень большое поклонение со стороны бедняков. Богачи этого не учли. И когда они обнаружили, что их действия вызвали страшнейшую ненависть, они были вынуждены бежать и погибли совершенно бесславно. Великий оратор. Политическим противником Цезаря был выходец из сословия всадников, Марк Тулли Цицерон. Он добился успехов на политическом поприще силой своего ума и красноречия. Цицерон был избран консулом. Он выступал на стороне противников Цезаря. Цицерон считал установление единоличной власти убийством отечества, взывал к справедливости и римской доблести. Судебные и политические речи Цицерона стали непревзойденными образцами ораторского искусства для современников и потомков. Цицерон также был автором значительных философских произведений. Цезаря убили в курии сената, то есть в самом центре, в основном здании. Заговорщики кинулись к Цезарю с обнаженными мечами и кинжалами. Цезарь пытался защищаться, но когда он увидел, что над ним занес кинжал Брут, он произнес по-гречески «И ты, дитя», и перестал сопротивляться. Залитый кровью Цезарь упал к подножию статуи Помпея. Дело в том, что Брут был как бы ближайшим другом Цезаря. Когда Цезарь увидел, что его ближайший друг его предал, он перестал сопротивляться. И стоит отдать должное, что далеко не все сенаторы, которые присутствовали на том заседании, поддержали это убийство. Когда убийцы оглянулись, желая увидеть, что все их приветствуют, они увидели выражение ужаса на лицах тех, кто не участвовал в заговоре. И это стало для них первым очень неприятным потрясением. Вопросы и задания. Каким был путь Цезаря к вершинам власти? Это забавно, но путь Цезаря был в достаточной степени мирным. Цезарь не устанавливал никаких убийств, ну, во всяком случае, массовых убийств. Он управлял провинцией Испании, конечно, заработал хорошие деньги. Он завоевал территорию современной Франции, тогда это была Галлия. Причем завоевал таким образом, что Галлы в итоге превратились в самых верных союзников Рима. Более верных попросту не было даже в самом Риме. Цезарь высаживался на территории Британии и даже основал там несколько поселений. Так что Цезарь, конечно, активно действовал. А в итоге, когда Цезарь привел свои войска в Рим и захватил его, он не устанавливал никакого режима уничтожения своих противников, не устанавливал никаких проскрипционных списков со своими врагами. То есть все было достаточно мирно. При этом очень многие решения Цезаря были разумны, они были правильны, они позволили решить многие проблемы Рима, которые копились десятилетиями и даже веками. Почему возник заговор против Цезаря? Потому что Цезарь потеснил богатых. Он забрал у бывших аристократий, у сенаторов, немалую часть их власти. Естественно, что им это очень не понравилось. Как это так их лишили власти? Как это так теперь им придется спрашивать разрешение, чтобы положить себе в карман огромные деньги? Им это, конечно, не понравилось и возник заговор. Проанализируйте, чем отличается диктатура от демократического устройства республики. При демократии присутствуют выборы. Выборы, которые вроде как должны быть честными. На самом деле никакой честности там не было. Голоса выборщиков покупались, продавались. Выборщиков можно было спокойно запугать. То есть бедноту можно было купить просто красивыми речами и пролезть в этот самый Сенат, получив ту самую власть. И, собственно говоря, после этого уже можно было совершенно не выполнять никаких обещаний. Главное было пролезть в Сенат, а на все остальное было глубоко наплевать. Из-за этого огромное количество крайне важных решений полностью игнорировались, не принимались. Копились огромное количество проблем. При диктатуре правит один человек. Если этот человек хороший, разумный, он принимает правильные решения. Тогда государство процветает. Если человек не очень разумный, то он не будет принимать правильных решений. То есть, например, в плане России, например, Петр I, Екатерина II, это были очень разумные правители. Они принимали решения во благо государства, даже если это были очень тяжелые решения. Но возьмем Николая II. Это был очень слабовольный человек. Он хотел сделать хорошее, но ему не хватало воли. Из-за этого в итоге произошла революция. Самого Николая попросту расстреляли вместе со всей семьей. Такой вот реальный пример. Когда один человек, буквально во власти, одни делали огромное количество и создавали великие державы, а другие эти самые державы полностью теряли. Вот отсюда, да, вроде бы при выборах сменяемость власти, демократия, свобода, и все вроде как эти демократы заботятся о людях. Но посмотрите на современные Соединенные Штаты. Страна полностью разваливается. Люди живут очень плохо, налоги запредельны, инфраструктура, мосты, дороги, здания, трубопроводы, все это совершенно не ремонтируется. Но при всем при этом, власть демократически избранная, активно обсуждает, куда бы им еще вторгнуться, вместо того, чтобы заниматься делами в своей стране. Но ведь в своей стране заниматься делами это так скучно, а вот устроить какую-нибудь войну гораздо более интересно. Так что демократия далеко не лучшая форма правления. На самом деле для больших государств, так сказать, единоличная власть несколько более разумна. Вспомните, каких древнегреческих ораторов вы знаете. На их примере и примере Цицерона рассмотрите, какую роль играли ораторы в античном обществе. По сути, большая часть ораторов была как раз в Греции. Демосфен, Аристотель, Перикол. Это были очень даже известные ораторы. Очень известен Софокол. И, разумеется, в таких относительно демократических обществах умение красиво, правильно говорить очень и очень ценилось. Потому что умением говорить можно было убедить даже своих противников принять сложные решения. И, собственно говоря, ораторское искусство по этой причине невероятно ценилось. Потому что было необходимо правильно выступать. Выступать перед народом, выступать перед народными собраниями, перед сенаторами, выступать в каких-то общественных собраниях. Все это требовало выступления. Все это требовало умения говорить. А нередко еще и вступать в дискуссии. Когда тебе задавали вопросы, приводили контраргументы к твоим аргументам. И приходилось невероятно быстро соображать. Для того, чтобы на аргумент противника привести точно такой же аргумент со своей стороны. Контраргумент, чтобы блокировать его выступление. Но при всем при этом не забывайте. Здесь речь идет именно о словесных баталиях. Самое интересное, что и по сей день есть некоторые государства, где ораторское искусство очень ценится. Например, парламент Великобритании. А очень известным оратором был Тони Блэр. Когда он был премьер-министром, он был известен на его выступления. Там были очень известны. И он умел именно убедить парламентариев в парламенте Великобритании принять даже достаточно непопулярные решения. К сожалению, кроме Тони Блэра, как-то из современных я никого привести не могу. Хотя почему не могу? Можно вспомнить Владимира Путина. Тоже человек, который великолепно умеет говорить. Умеет говорить очень ярко и образно. Приводить очень необычные примеры. И тоже Владимира Путина можно назвать очень даже произвестным оратором.